Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и продолжая разговор о книге «Исходы», мы обратимся сейчас к 30-й главе. 30-я глава, как и несколько предыдущих и целый ряд последующих глав, содержит в себе описание подробностей того, как должны быть устроены скиния собрания, принадлежности для культа Господа Бога, отдельные предметы, которые в скинии должны находиться. В частности, вот в 30-ю главу попало описание так называемого жертвенника кадильного, на котором должны приноситься благовонные курения. Как и все остальное в скинии собрания, жертвенник кадильный должен быть, с одной стороны, сделан из лучших материалов, лучших с точки зрения сохранности, с точки зрения их ценности. Здесь и ценное дерево, и золото, из которого должны быть изготовлены те или иные детали этого жертвенника и так далее. Такое действительно описание чрезвычайно не простого, не дешевого сооружения, хотя и не очень большого. Вот этот переносной характер на самом деле довольно важная вещь, потому что в тот момент, когда текст этот фиксируется, когда он записывается и начинает передаваться в письменной форме, в общем, уже никакой необходимости в этом нет. И существует вполне стационарное святилище, главным образом, и в первую очередь, иерусалимский храм, хотя, может быть, даже уже и воспоминания о первом Соломном храме, а не сам храм. Тем не менее, вот никакой необходимости, еще раз скажу, говорить и делать переносными все эти части святилища нет. Но это такая вот историческая деталь, подробность, которая скорее для современного читателя свидетельствует о достаточно большой древности того предания, которое лежит в основе этого рассказа. Конечно же, как именно должен быть устроен этот кадильный жертвенник, да и другие части, которые описаны в этой главе, для современного читателя, скорее всего, не имеет принципиального значения. Мы устраиваем все, так сказать, культовые сооружения, и все, что относится к богослужению, устраиваем по-другому. Тем не менее, обращает на себя внимание некоторая, вот какая важная идея. Господь говорит здесь Моисею, и, соответственно, Моисей передает тем, кто записывает, потом фиксирует это предание, что необходимо приносить благовонное курение Господу Богу, благовонное курение. И это отнюдь не такая уникальная вещь, потому что практически любой культ, который мы обнаружим с вами в эту эпоху, да и в любую другую на Ближнем Востоке, да может быть и вообще в этой части Евразии. Такой культ обязательно будет включать в себя благовонное курение. И это вообще тоже обычная и в быту тоже вещь. Люди часто применяли, по крайней мере, в те времена, сейчас все уже реже, но тогда достаточно часто применяли разнообразные курения, главным образом смолу, ладанного дерева и другие благовония, вот для того, чтобы воскурять это в своих шатрах, в жилищах. Ну, примерно, видимо, так же, как мы используем, прости Господи, ароматизаторы воздуха. Так вот, в отношении этих благовонных курений, с одной стороны, понятно, что это общепринятая, общеупотребительная вещь, которая относится к любому культу любого Бога. В те времена, ну, некоторая форма почитания или поклонения святыне, которая становится, ну, вот, знаком реальности святыни, знаком присутствия Бога. Вот нечто крайне неуловимое, мимолетное, и в то же время прекрасное принято толковать это как некоторое напоминание о небесном характере того божества, которым люди поклоняются. Ну, хорошо, ладно, это довольно очевидная вещь. То же самое, кстати, заметьте, можно сказать о второй половине главы, где говорится о драгоценном мире для помазания, которое тоже составляется из тех парфюмерных веществ благовонных, которые в то время употребительны на Ближнем Востоке. И здесь даже перечисляется состав и пропорции, которые должны соблюдать при составлении этого мира. Но Господь говорит здесь Моисею, и, соответственно, автор рассказа передает всем читателям одну важную вещь. Говорится здесь о том, что такие смеси, такие благовония, скажем, вот то благовоние, та смесь для благовонного курения, фимиама, которые приносятся на жертвенники к адильдам, и то мира, которое используется для помазания священников, и для помазания жертвенника и так далее, не должно употребляться ни в каких других сферах. Существует нечто, что не может быть или не должно быть профанировано, что относится только к почитанию Бога. Ты не можешь это же благовоние, грубо говоря, этот же одеколон, использовать для бытовых, так сказать, нужд. Весьма вероятно, что те, кто мог себе это позволить, пытались это делать. Наверное, подобного рода заповедь не на пустом месте возникает. И, опять-таки, неспроста фиксируется и записывается, конечно. Но все-таки, вот посмотрите, эта идея оказывается для того, как устроен веткозаветный культ, важна то, что ты употребляешь для культа, для почитания Бога, жертвы, которые объявляются святыней тогда, когда они предназначаются человеком в жертву Богу. Мира, курение, вот это все не должно употребляться в обычной жизни. И больше того, здесь говорится о том, что и подобное, ну, то есть аналогичное по составу, не следует составлять, потому что это святыня. Святыня должно это быть для вас. Тела прочих людей, кроме священников, не должно помазывать им. Это говорится о вот этом священном мире. Таким образом, мы видим здесь, по крайней мере, в этой сфере очень последовательное и настойчивое такое разделение того, что относится к почитанию Бога и того, что относится к обычной жизни. На самом деле, это вовсе не такая банальная вещь в данном случае, потому что на самом деле библейская парадигма, особенно очевидным образом проявляющаяся в вере христиан и в практике христиан, скорее все же отрицает развлечение, разделение сакрального и профанного. Скорее, все же вера наша предполагает, что вся наша жизнь становится или может становиться, призвана становиться местом присутствия Бога, местом поклонения Богу. И поэтому, по крайней мере, в сфере наших поступков совершенно невозможно разграничить священное и несвященное. И мы увидим и видим у библейских пророков, и в Евангелии, тем более, и в посланиях, конечно же, очень последовательный, я бы сказал, вопль о том, что не следует думать, что можно ограничиться какими-то культовыми вещами и вести себя по отношению к ближнему как угодно. Очень много об этом говорится, опять-таки, пророками, именно потому, что желающих проливать кровь и грабить ближнего, угнетать его, выжимать из него последние соки, изгонять с земли и действовать подло, злобно и жестоко. В каждом поколении пруд пруди, и, как правило, все эти люди говорят, но все, что относится к культу, мы делаем на пять с плюсом. У нас и благовонная масть, и то, и все, и пятое, и десятое. Вот мы как будто бы выполняем обязанности перед Богом, но нет. Нет, пророки как раз говорят о том, что это не так. Тогда спрашивается, а почему вот здесь такие установления мы с вами видим? Почему все-таки здесь сфера сакрального и профанного разграничивается? Что имеется в виду? Какого целеполагания в данном случае? Бога, Моисея и всех тех, кто участвует в передаче этой традиции. Я бы сказал, что наименее противоречивым объяснением будет предположение о том, что для народа Божьего чрезвычайно важно научиться уважению к Богу. Мы обычно используем не вполне вразумительный термин благоговение, хотя, ну, кто-то понимает на своем опыте, что это значит. Чаще люди это плохо понимают. Но факт заключается в том, что уважение к Богу не возникает, само собой. Факт заключается в том, что пример языческих сообществ разнообразных, с которыми столкнулся и сталкивается народ Божий, часто как раз характеризуется строгим разграничением и неуважением к Богам вне пределов той или иной сакральной сферы. Ну вот, понимаете, с одной стороны важно, чтобы люди собственную нравственность, собственные поступки и помыслы тоже видели как сферу присутствия и действия и поклонения Богу. А с другой стороны Бога надо научиться уважать. Надо научиться уважать. И это, я бы сказал, этап духовного развития, который миновать невозможно. И нередко, знаете ли, и отдельные люди, и целые культуры учатся этому долгие-долгие-долгие годы, может быть, всю свою жизнь. Для самых разных современных христиан это по-прежнему такая же актуальная задача. Поэтому вот здесь, в этой главе, есть, по крайней мере, одна вот такая важная мысль. То, что мы используем для того, чтобы поклоняться Господу Богу нашему, во-первых, должно быть самым лучшим, Богу лучшее. Ты не должен обкладывать жертвенник какой-то ржавой жестянкой, плохо оцинкованной. Это надо сделать золотом. Ты не можешь приносить Богу в качестве благовонного курения ну, первое попавшееся похучее вещество из самого дешевой редиски. Это должно быть лучшее. И ты не должен использовать этого в обычной жизни, чтобы помнить о том, что вот это Бог, ты приходишь кодить Богу, который властелин всей человеческой жизни. И, соответственно, взять и намазаться этим благовонным миром для того, чтобы пойти на танцы, будет неуважением к Богу. Теперь, кроме этого, также здесь говорится о медном умывальнике, медном море, как потом это еще будет называться, о медном умывальнике в скинии, между скинией и жертвенником, в котором должно совершаться омовение священников. Ну, с одной стороны, конечно, да, нет водопровода, и надо, тем не менее, мыть руки. Но, в конце концов, дело все же не в гигиене, а опять-таки в уважении к Богу, в том, что ты не должен, не можешь заявиться пред лице Божия с грязными, нечистыми руками, в плохо постиранных носках и в рабочей одежде, грубо говоря. Тоже вещи, с одной стороны, совершенно очевидные, потому что это проявление неуважения. Ну, иногда пророки говорят о людях, которые пытаются принести в жертву что-нибудь совсем негодное по принципу «на тебе Боже, что нам негоже». Они говорят, ну, поднеси это твоему князю, будет ли он доволен тобой. Ну, точно так же. Ну, приди ты к уважаемому, сильному человеку, к князю народа твоего, вот, в неподобающем виде. Хорошо это будет или нет? Это понятно. Но, пожалуй, все же надо обратить еще внимание на существующую во всем Ближнем Востоке, в Египте, откуда вышел народ Божий, и у народов, которые населяют пока еще землю ханаанскую, и у шумера аккадской цивилизации, хеттов, айсирийцев, кого угодно, у абсолютного большинства, и может быть даже и просто у всех народов этой культурной области существует представление о том, что грех – провинность человека перед Богом, нарушение законов, которые установил Бог, то, что оскорбляет Бога, подобно грязи на человеке. Осквернение, вот ритуальное в первую часть осквернение – понятие исключительно важное для ближневосточных религиозных культур и такое же важное для культуры ветхозаветной. Она в этом смысле совершенно, ну или почти, за вычетом пророков, не отличается от окружающих, не отличается от соседних языческих народов. С одной стороны, это ведь чрезвычайно богатая идея, если попытаться, ну, скажем, в более современных условиях вне контекста ветхого завета об этом думать, ты понимаешь, что да, это в самом деле вещи подобные. Это то, чего не должно быть на человеческом сердце или на человеческом теле, точно так же, как грязь скверна, опасны для жизни, точно так же грязь нравственная, духовная, осквернение перед Богом, опасны для человеческой экзистенции, для жизни духовной. Это важно понимать. И привыкнуть к этому на самом деле для народа Божьего тоже задача, которая после исхода становится чрезвычайно актуальной. Вот весь комплекс разнообразных жертв очистительных, ритуалов очищения тех или иных предметов, омовения обязательного перед тем, как приступить к жертвеннику Господа Бога нашего, все это призвано приучить людей и к необходимости помнить об этом, блюсти свое сердце в чистоте. И да, точно так же, как другие народы, это в первую очередь выражается в омовениях. И здесь, в медном жертвеннике, и потом в разнообразных формах омовения, которые пропитывают в конечном итоге едва ли не всю жизнь человека в народе Божьем. А ко временам Господа нашего Иисуса Христа в некоторых пустынных ответвлениях, таких сектах радикальных, я бы сказал, радикальных, их нельзя назвать маргинальными, вот, в сектах Кумранской пустыни, Мертвого моря, их там было несколько, там едва ли не вообще ежедневным, а то и по нескольку раз в день обязательным становится вот такое вот омовение. И люди, на самом деле, в народе Божьем, все, кто могут себе это позволить, стараются строить бассейны для омовения в своих жилищах, если у них жилищ, которые позволяют это по размерам, если у них для этого есть средства, естественно. Тем не менее, вот, омыться для того, чтобы очистить эту скверну с тела. Но заметьте также, что и очищение сердца тоже в качестве внешнего знака, внешнего проявления, тоже выражается в таком омовении. В первую очередь, это омовение, которое должны совершить те люди не из иудеев, не из народа Божьего, которые присоединяются к народу Божьему и вступают в завет. Ну и, конечно же, омовение использует сначала Иоанн Креститель в качестве такого знака покаяния, и, соответственно, после и Господь, и Церковь используют это омовение в качестве знака покаяния. Это вот такое издалека идущее отождествление, символ, которому много тысяч лет. Хоть он и не специфичен для Ветхого Завета, для библейской культуры, тем не менее, он, в общем, становится общепонятным. И дальше Библия очень часто, например, в устах пророков будет говорить о грехе, о грехе нравственном, о злых деяниях, тоже в терминах осквернения и омовения. Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от рук ваших. Так что при всей очевидности символизма, при всей очевидности того, что, конечно же, покаяние сердца – это нечто далеко не сводящееся к вот такому водному омовению, тем не менее, важный и достаточно прозрачный, конечно же, образ. Ну и, кроме того, еще нужно заметить также в этой главе упоминания о приношениях Господу, которые должны делать люди, вступающие в определенный взрослый возраст. всякий, кто включается в исчисление сынов Израилевых, то есть в перепись населения, кто считается записанным членом народа Божьего, вот должен принести выкуп за душу свою Господу. Текст главы говорит здесь, в 12 стихе, что это необходимо для того, чтобы не было губительной язвы при исчислении их. Ну, то есть, вероятно, предполагается, что собрание народа Божьего изредка, достаточно изредка, происходит в одном месте для того, чтобы все были переписаны. В пустыне это скорее носит такой военный характер база данных военнообязанных, а в период оседлой жизни в Палестине это, кроме военного характера, также еще и имеет значение, конечно, с точки зрения распределения налогов. И, на самом деле, вот этот фрагмент 30 главы с 11 по 16 стих скорее относится, скорее говорит именно об исчислении налогов. Итак, всякий поступающий в исчисление от 20 лет и выше должен давать приношение Господу для того, чтобы не было губительной язвы, потому что, когда множество людей собираются вместе в большую толпу, эпидемии распространяются с большой легкостью. И сейчас, после ковидной пандемии, мне кажется, это должно быть всем понятно. Так вот, ну, конечно, скептические исследователи говорят, что это чисто гигиеническая такая мера, противоэпидемическая, но, вероятнее, все же за этим стоит и другой смысл. Обратите внимание, что речь здесь не идет о том, что надо выкупать первенцев при их рождении. Это отдельный разговор. Речь идет о взрослых людях, которые включаются в перепись, вот, вероятно, с 20 лет и выше. Скорее всего, по принципу имущественной самостоятельности должен быть принесен некоторый дар Богу, приношение, которое будет употребляться на служение скиней собрания, такой своего рода религиозный налог. В более поздние времена возникает, собственно, подать на храм, подать на храм, которая обязательно для иудеев, для тех, кто живет в, скажем, римской империи по иудейским законам, а иудеи в империи действительно, в общем, были несколько отделены в правом отношении, вплоть до отдельного судопроизводства. Одним словом, вот человек, который занимает это положение, член народа Божьего, должен внести нечто, некоторую сумму на служение скиней. Единовременно. В тот момент, когда совершается исчисление сынов Израилевых, это не совсем то же самое, что регулярно подать на храм. Тем не менее, вот важная такая вещь, собственно, еще одна характеристика народа Божьего, заключающаяся в том, что это тот народ, который обеспечивает служение Господу Богу нашему в скиней собрания. И поэтому, вступая в этот народ, ты тоже должен принять участие в обеспечении этого самого служения. Заметим также, что Слово Божие здесь говорит о том, что все должны приносить полсикля серебра. Богатые не больше и бедные не меньше. Ну и то, и другое не вполне очевидно, с учетом того, как много эмоций у нас вызывает плоская или прогрессивная налоговые шкалы, как одни говорят, что надо одно, другие другое, и спорят до хрипоты, что справедливо, что несправедливо здесь, не к имуществу, а к лицу, привязывается вот этот дар на совершение служения скинии. Не к имуществу, а к лицу, по душевой сбор, который не зависит от имущества. Здесь, заметьте, не говорится, а что может произойти или что должно делать, в случае, если человек бедный и не может выплатить эти полсикли, это не маленькая, не такая маленькая сумма. Не говорится, не обсуждается. Вот каждый за себя определенное, определенное количество серебра, за личность, за душу. Богатые не больше и бедные не меньше. Тоже, в общем, такой довольно поучительный момент. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok